Уважаемые коллеги, мы начинаем пресс-конференцию по итогам состоявшихся переговоров с участием главы МИД России Сергея Лаврова, главы МИД Египта, председателя Министерской контактной группы ОИС по Палестине и Восточному Иерусалиму господина Шукри, генерального секретаря Организации Исламского Сотрудничества господина Мадани, министра иностранных дел Недвенейской республики господина Ланцинифаля и министра иностранных дел Государства Палестины господина Маляки. Уважаемые дамы и господа, вчера и сегодня мы провели переговоры с делегацией Министерской контактной группы ОИС по Палестине и Восточному Иерусалиму во главе с министром иностранных дел Египта господином Самихом Шукри. Диалог России с Организацией Исламского Сотрудничества последовательно развивается. С 2005 года мы имеем статус наблюдателя при этой авторитетной организации и мы заинтересованы в расширении взаимодействия с ней, укреплении дружественных связей с нашими партнерами в исламском мире. Сегодняшняя встреча проходила на фоне ухудшающейся ситуации на палестинском треке ближневосточного регулирования, на фоне деградирующего положения на палестинских территориях и на фоне усугубления кризисных явлений в священном для последователей трех мировых религий городе Иерусалиме. Члены делегации Организации Исламского Сотрудничества информировали об инцидентах, которые затрагивают святые места, о продолжающейся незаконной поселенческой практике в Восточном Иерусалиме. Мы подтвердили общую принципиальную позицию, это позиция России, позиция Организации Исламского Сотрудничества, и она заключается в необходимости всеобъемлющего, справедливого решения палестинской проблемы на существующей международно-правовой основе. Мы поддерживаем законное чаяние народа Палестины на создание независимого, жизнеспособного, территориально-целостного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое существовало бы в мире и безопасности со всеми своими соседями. По итогам переговоров мы также высказали единое мнение о том, что необходимо срочно нормализовать ситуацию в Иерусалиме. Вопрос об этом городе должен решаться в ходе прямых палестино-израильских переговоров по проблематике окончательного статуса. При этом, по нашему убеждению, необходимо обеспечить свободу доступа к святыням христианства, ислама и иудаизма для всех, без какой-либо дискриминации по религиозному или национальному признаку. Связи России со Святой Землей уходят вглубь истории, и мы намерены активно содействовать именно такому решению вопроса об Иерусалиме. Мы разделяем глубокую обеспокоенность наших коллег деградацией ситуации на палестинских территориях. После того, как 9-месячный раунд палестино-израильских переговоров, проводившихся под эгидой США, закончился без какого-либо результата, летом прошлого года в результате боевых действий между израильской армией и палестинскими группировками в Газе погибло более 2000 палестинцев и 70 израильтян, серьезно пострадала общественная инфраструктура сектора. И в отсутствии переговорных контактов между сторонами положение усугубляется появлением новых негативных факторов, что ведет к очередным виткам эскалации, к ухудшению условий жизни палестинцев на своих территориях. Россия будет активно добиваться возобновления содержательной работы квартета международных посредников по ближневосточному урегулированию. Мы смогли обеспечить встречу квартета на министерском уровне 8 февраля в Мюнхене на полях конференции по безопасности. И там было принято решение активизировать контакты между квартетом и ключевыми арабскими странами, а также с организацией исламского сотрудничества. Опираясь на эти принципиальные понимания, будем стремиться к тому, чтобы диалог по всем этим вопросам, имеющим колоссальное значение для судеб региона, не был просто формальностью, а был нацелен на поиск практических решений. Я благодарю своих коллег за сотрудничество. Предоставляю слово министру иностранных дел Египта, руководителю контактной группы Организации исламского сотрудничества. Благодарю вас, Сергей Викторович. Я хотел бы поблагодарить вас за ваше гостеприимство, которое мы получили с нашего прибытия в Москву, и обсуждение, которое мы вели с вами и с представителями вашими делегаций вчера и этим утром. Основная цель нашей контактной группы – учесть права палестинского народа на жизнь в собственном государстве с столицей в Восточном Иерусалиме, а также о незаконном статусе израильских поселений, а также помехе верующих, практиковать их религию в мечетях. Мы также ценим позицию российского государства, которая касается прав палестинского народа, в том числе статуса оккупированных палестинских территорий, в том числе Восточного Иерусалима, и важность разрешения палестино-израильского конфликта на основе решения два государства для двух народов в рамках границ 1967 года. Соответственно, Восточный Иерусалим должен быть столицей новообразованного палестинского государства для обеспечения мира и стабильности в регионе. Важно, что Россия традиционно поддерживает права палестинского народа и продолжает играть активную роль в международной поддержке окончания конфликта. Это касается и создания палестинского государства и защиты Восточного Иерусалима, его международного статуса и международного статуса России, в том числе постоянного членства в Совете Безопасности ООН и членства в международном квартете посредников. Все эти статусы, как мы полагаем, дадут России продолжать играть важную роль в мирном процессе и в переговорах, особенно с Израилем, для того, чтобы продвигать дело мира. Эта ситуация касается не только Вирусалима, но также и всех палестинских территорий, и политики поселения, которое является незаконной и вредит политическому решению два государства и двух народов. И мы рады, что Россия поддерживает разрешение конфликта на основе два государства и двух народов. Это совпадает с нашим подходом. Мы ведем эти переговоры уже 13 лет, и, к сожалению, наша позиция не находит понимания у израильского правительства. Мы поддержаны различными членами международного сообщества, особенно Российской Федерации. Разумеется, есть и опасности, связанные с ситуацией, в том числе это касается статуса Восточного Иерусалима. И я хотел бы еще раз поблагодарить вас за эту возможность, за то, что мы можем находиться в тесном контакте и координировать наши действия на благо всего региона и мира безопасности в регионе. Благодарю вас. Секретарю Организации Исламского Сотрудничества, господину Маданим. Благодарю вас, господин министр, за эту возможность. За эту возможность министерской констрактной группы Организации Исламского Сотрудничества приехать сюда и провести переговоры с вами. Как уже было сказано, ваше превосходительство министром иностранных дел Египта, мы имеем дело с оккупацией, мы имеем дело с апартеидом, с притеснением. И мы говорим о палестинском народе, у которого нет самых базовых прав человека. Речь идет о попытке Израиля изменить статус мечети Алякса, которая является святыней для всего мусульманского мира. Ее суть не может быть изменена, она не может быть принуждена к изменению. Мы говорили о переговорах между палестинцами и израильтянами, которые длятся уже более 20 лет. Этот процесс должен измениться, поскольку результаты были очень незначительными. И мы должны сфокусироваться на механизме посредничества. Сейчас формула следующая. Израиль, израильтянные и палестинцы не являются равными сторонами переговоров, поскольку Соединенные Штаты являются посредником. Мы полагаем, что необходимо рассмотреть эту ситуацию. Мы полагаем, что результат показывает, что это неэффективно. И мы не можем продолжать в том же духе. Мы отказываем людям в правах человека и в их международных правах. Но мы говорим не только о палестинцах, мы говорим о всем регионе. Это наш долг моральный, политический и с точки зрения безопасности. Поэтому мы считаем, что путь, которым мы сейчас должны следовать, мы должны переконфигурировать процесс переговоров. Мы рады были услышать позицию, освученную господином министром, что квартет является открытым механизмом сотрудничества с Лигой арабских государств и Организацией исламского сотрудничества. Мы говорили и о арабском плане мирного урегулирования, который касается удовлетворения требований палестинского народа в разумных временных рамках. Мы полагаем, что у России есть особая роль. И, с Вашего позволения, господин министр, Россия действительно важна, поскольку она является членом квартета, она постоянный член Совета безопасности, она является международной державой, у нее тесные связи с Израилем, и является страной, дипломатия которой учитывает вопрос морали. И это очень важно в израильско-палестинском конфликте. И путем совместных действий российских лидеров и прочих мы можем изменить роль квартета и продвинуть его как посредника. Мы также полагаем, что Россия может играть эффективную роль, особенно в вопросе Восточного Иерусалима. Иерусалима это касается и гуманитарных вопросов, и технической помощи институтам, вопросов медицины, образования и прочих. Благодарю Вас еще раз, господин министр. Если Вас можете задать несколько вопросов, пожалуйста, агентство Интерфакс. Добрый день, Морозова Дарья, информагентство Интерфакс. У меня два вопроса. Вопрос господину Маляки о том, как Вы оцениваете текущую ситуацию в Ближневосточном, извините, в израильско-палестинском урегулировании. И вопрос господину Лаврову. Не могли бы Вы прокомментировать недавние заявления госсекретаря США Джона Керри и господина Дональда Туска о том, что новые санкции готовятся в отношении России? Спасибо. Вы знаете, что в отсутствии мирного процесса ситуация очень осложнилась. Недавно Израиль захватил контрольную ситуацию и в целях избирательного процесса повредил всему мирному процессу переговоров. И таким образом Израиль решает внутренние проблемы за счет палестинского народа. Последние три месяца у нас не было возможности контактировать с людьми Газы. Недавно они начали в том числе отключать электричество в основных палестинских государствах. Это является бесчеловечным и преступным деянием. Это является нарушением международного права. И мы ожидаем, что международное сообщество отреагирует на эти действия Израиля. Позиции некоторых членов международного сообщества, в том числе Соединенных Штатов, удивляют нас. И такое впечатление, что Израиль выжидает в отношении палестинского народа. Я думаю, что действия Израиля требуют жесткой реакции со стороны международного сообщества, не только осуждения, но и принятия конкретных решений. Мы ожидаем, что это произойдет, потому что, если нет, то нельзя сказать, что произойдет после действий Израиля. Если палестинцы хотят оставаться активными, если их руководство должно выполнять свой долг в отношении палестинского народа, но они не имеют возможности плантить чиновникам, они не имеют возможности защищать собственный народ. Я думаю, будет очень сложно просить власти палестинских территорий поддерживать себя самостоятельно. И поэтому мы просим у международного сообщества срочного вмешательства во имя защиты палестинского народа. И мы просим вмешаться и изменить действия, которые Израиль совершает в отношении Палестины. Это то, что должно сделать международное сообщество. Но мы также хотели бы сказать о вопросе восточного Иерусалима, насколько это важно для палестинцев, для арабов, для всего мусульманского мира. Мы обеспокоены тем, что делает Израиль. Но мы также обеспокоены тем, что то, что делает Израиль, он ведет к эскалации конфликта из политической сферы в религиозную. А деэскалация подобной ситуации будет очень сложна. Таково наше послание здесь, в Москве. И такова наша позиция, которую мы завтра будем представлять в Пекине. И мы говорим от лица 57 исламских стран. Нам необходимо международное вмешательство, прежде чем будет слишком поздно. Вопрос, который был мне адресован, касался заявлений некоторых западных деятелей, в частности Джона Керри, Дональда Турска, которые грозили новыми санкциями. Я думаю, что все очень просто объясняется. Пытаются нагнетать опять истерические настроения, отвлечь внимание от необходимости выполнения минских соглашений и за этими призывами, в общем-то, кроется нежелание этих деятелей, соответствующих стран, организаций, Соединенных Штатов, Евросоюза добиваться выполнения того, о чем договорились в Минске 12 февраля. Выдвигаются смехотворные, по большому счету, требования, которые полностью поддерживают точку зрения киевских властей. А они, как вы знаете, заявили, что начнут отвод тяжелых вооружений только если в сутки или двое продержится тишина без единого выстрела. Все прекрасно понимаем, что идеальных перемирий, идеальных режимов прекращения огня не бывает. Когда позавчера в Париже встречалась нормандская четерка на уровне министров иностранных дел, наш германский коллега полностью согласился с тем, что пока не будет начат отвод тяжелых вооружений, риски инцидентов будут неизмеримо выше, нежели при разведении военной техники. Второй момент. Объективные наблюдатели, в том числе и миссия ОБСЕ, фиксируют значительное снижение перестрелок. Тем самым перемирие все-таки дает результат. В интересах тех, кто хочет сорвать минские договоренности, создавать обратную картину, обратное впечатление. Заявлять, что перемирие не работает. Ну и вот, к сожалению, некоторые средства массы... Я только с утра сегодня смотрел Евроньюз, там показывали интервью с двумя бойцами украинских силовиков. Один мужчина, еще женщина в маске. Кстати, у нее на шлеме эмблема неонацистов. Евроньюз показал ее, и она заявляла, что никого у перемирия нет. Как стрелили, так и стреляют. Каких-либо комментариев канал не сделал. Поэтому, мне кажется, не вполне честно, по-журналистски, давать такую одностороннюю картину, тем более, когда масса фактов, говорящих об обратном, о том, что перемирие дает существенные результаты. Вот. Ну и в заключении отмечу то, что для нас является самым главным. А самое главное — это не ублажить те или иные западные страны или западных деятелей, которые грозятся нам санкциями. А самое главное — обеспечить мир и устойчивое политическое урегулирование украинского кризиса. А для этого нужно вслед за отводом тяжелых вооружений, которые уже начат Луганской и Донецкой народными республиками, и верификацию которого мы хотим получить по линии ОБСЕ, и нас заверили, что ОБСЕ активно подключится к этому процессу. Но вслед за этим, и параллельно с этим, необходимо выполнять все остальное, о чем договорились. Прежде всего, конституционную реформу с участием этих территорий Луганской и Донецкой областей, обеспечивая им децентрализацию в соответствии с теми принципами, которые подробно изложены в минских документах от 12 февраля. Все призывы к тому, чтобы осуждать ополченцев, Россию, кого бы то ни было еще, за срыв перемирия, нацелены только на одно — не допустить перехода ситуации в русло политического урегулирования, в русло диалога между Киевом и Востоком Украины, диалога равноправного, нацеленного на конституционную реформу с полным обеспечением международно признанного набора прав для жителей этих регионов Украины. — Пожалуйста, телеканал «Лайф-Ньюс». — Здравствуйте, телеканал «Лайф-Ньюс». Регина Орехова. Если вернуться к Палестино-израильскому конфликту, в январе премьер-министр Израиля отказал Международному уголовному суду в проведении не проверки, а изучении ситуации на территории Палестины. Можете прокомментировать, пожалуйста? — Мой вопрос. — Кто может мне прокомментировать вот эту ситуацию? — Спасибо. — В наших интересах и в наших правах, как палестинского народа и государства Палестина, иметь доступ к суду и стать членом суда. В нормальной ситуации и при нормальных условиях нам должно приветствовать международное сообщество за наше присоединение к международным организациям и к международным договоренностям и конвенциям. К сожалению, чем большее количество организаций мы вступаем, чем большее количество договоров мы присоединяемся, тем больше нас критикуют со стороны Соединенных Штатов и Израиля, как будто мы делаем что-то не то, как будто, если бы любое другое государство совершило то, что делаем мы, не аплодировало этому государству. Но почему-то нас меряют по другой мерке. Нас это не интересует. Мы делаем то, что в интересах палестинского народа. И для того, чтобы мы могли обеспечить защиту собственного населения, когда международное сообщество подвело нас, в том, что касается безопасности нашего народа, это касается оккупации со стороны Израиля за последние 48 лет и страдания палестинского народа. И у нас есть все права для того, чтобы найти способ защитить наш народ. Мы не привержившись насилия. Мы налаживаем контакт с международными организациями, которые разрабатывают и предлагают разрабатывать международное право. И мы полагаем, что мы делаем то, что нужно было сделать длительное время назад. И мы ожидаем, что международное сообщество окажет нам помощь в этом. И в этом подходе, который касается достижения правильного результата, то есть защиты палестинского народа. И это касается следующего послания. Израиль не находится над законом. И мы должны поддержать палестинский народ в поиске свободы и независимости. Это является основой права палестинского народа и палестинского государства. И мы продолжим действовать в этом направлении. Благодарю вас. Вы должны, наверное, спросить господина Нитаньяху. Потому что, если он так уверен в своей позиции, эта ситуация даст ему возможность обратиться в суд против Палестины. Если он так уверен в своей позиции. Но мы говорим о вторжениях израильской армии в Газу. И мы говорим о универсальных стандартах. Мы говорим о действиях против гражданского населения. Если он так уверен в своей позиции, что он идеален, почему он так обеспокоен ситуацией в Международном уголовном суде? Поэтому этот вопрос вам, наверное, следует адресовать израильской стороне. Благодарю вас. Завершающая Реа Новости, пожалуйста. Реа Новости. Вопрос к генеральному секретарю Организации Исламского Сотрудничества. Как ОИС оценивает вклад России в достижение мира и стабильности в регионе и в мире в целом? Спасибо. Мне потребуется полчаса, чтобы ответить на этот вопрос. Но мы выступаем за очень эффективную и активную роль Российской Федерации не только в вопросе Палестино-Израильского урегулирования, не только в вопросах региона, не только в том, что касается исламского мира, но и в мире в целом. Мы полагаем, что Российская Федерация способна играть роль балансирующую. Она может привнести рациональность в современный мир. И мы выступаем за активную роль России в современном мире. Мы разделяем с российским народом очень многое в том, что касается культуры, в том, что касается традиций. И мы, как группа стран, часто находимся по одну сторону баррикад, когда мы говорим о взглядах и отношениях Российской Федерации. Это касается и заседания в рамках ООН по правам человека, где наши позиции очень близки. И, как вы знаете, в Российской Федерации достаточно большое количество населения исповедует ислам, и мы ценим возможность, которая есть у организации изламского сотрудничества, который заключается в контакте, который заключается в диалоге при необходимости с теми государствами, которыми мы рады видеть в таких регионах России, как Татарстан, развитие и интеллектуальный вклад, который делают мусульмане в развитие региона и России в целом. И это одна из причин, по которой мы ожидаем от России активной роль. Это касается и культурных, и гуманитарных вопросов. Я хочу добавить, во-первых, слова благодарности в адрес генерального секретаря в связи с той оценкой, которую он высказал о роли России в мире. Во-вторых, хочу сказать, что мы имеем очень много совпадающих позиций в наших взглядах на международные отношения с нашими арабскими и исламскими партнерами. И прежде всего, эта общность касается необходимости обеспечить демократизацию международной системы и обеспечить верховенство международного права без каких-либо двойных стандартов. И в этом смысле я убежден, что наше сотрудничество отвечает объективной тенденции и формирование полицентричного мира, одним из центров которого обязательно будет и уже становится исламский мир. И появление новых центров в международной системе будет обеспечивать ее большую устойчивость. Поэтому мы искренне заинтересованы в том, чтобы исламский мир был един. И в этом видим огромную роль, которую играет организация исламского сотрудничества, которая, собственно, и предназначена для того, чтобы обеспечивать единство всех мусульман, независимо от тех течений ислама, которые они исповедуют. И мы очень довольны нашим сотрудничеством. Оно имеет большие перспективы, но уже достигло неплохих результатов. После наших переговоров с генеральным секретарем в октябре прошлого года в штаб-квартире ОИС в Джидде мы провели уже несколько специальных экспертных консультаций, в том числе по вопросам прав человека в международных структурах и по вопросам мобилизации усилий на борьбу с терроризмом, экстремизмом и прочими новыми угрозами и вызовами. Поэтому я убежден, что только взаимоуважительный диалог, только учет настоящий, а не на словах, законных интересов партнера на международной арене, только отказ от двойных стандартов и следование своему слову является залогом успешного развития международных отношений. И в этих подходах, еще раз повторю, мы едины с организацией исламского сотрудничества и с ее членами. Спасибо большое, уважаемые коллеги. На этом позвольте завершить пресс-конференцию. Спасибо. 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 Спасибо.